Йоу, прямо сейчас в Телеграме у Кикс Контест совместно с медийной баскетбольной командой Урал Баскет проходит конкурс, где разыгрывается куча классных призов. Комплект носков бренда Харт, мяч не врет, тренировочная форма Урал Баскет, игровая форма Урал Баскет, день с командой Урал Баскет и два пригласительных на матч в Медиа Лиге. И самое крутое, 10 новых мячей от Кикс Контест. Так что врывайся в конкурс по QR-коду или ссылке в описании. Ю, Байлер, на связи Леха Матрас Флай Уайт, ты на канале Кикс Контест и сегодня мы тестируем вторую именную модель Луки Тончича Джордан Лука 2. Взлета! На тест кроссовки предоставил проверенный магазин наших кентов из Петербурга Сникер Тайм. Они помогут тебе найти ту самую модель, которую ты желаешь и доставят тебе в любую точку. В магазине только оригинальная продукция, большой выбор и специально для наших балеров у них действует скидка 1500 рублей на заказ по промокоду KSST1500. Так что обязательно напишите им в телеграм по ссылке в описании. Вторые Луки Тончичи идеально садятся по длине на мой 12 US, но вот по ширине, конечно, места остается много. Так что если у тебя широкая стопа, то сядут они отлично. Собственно, как и у первой модели было. Вообще это прям доработанные первые Луки, даже по ощущениям они очень похожи. Время на привыкание потребовалось, из-за того, что тут жесткая стабилизирующая конструкция, которая не дает подошве сгибаться, при подъеме на носки она как бы тянет вниз и из-за этого происходит натирание косточки в районе ахилла. Решение это сильно туже завязывать шнурки, чтобы зафиксировать пятку в пяточном стакане. В остальном по комфорту внутри никаких вопросов нет, все мягенько. По вентиляции тут, по идее, даже не нужен был наш замеритель воздухообмена, ибо здесь нет даже намека, чтобы где-нибудь воздух циркулировал. Подошва Джордан Лука 2 оснащена двойным чизбургером из пен Формула 23 и Кушлон 3.0, которые отлично справляются со своими задачами, не пробиваются ни в носке, ни в пятке, а я в них серьезно полетал. Причем это даже как бы не чизбургер, а спереди идет более мягкая пена для улучшенного чувства корта, а сзади более упругая, чтобы гасить нагрузку. И вот отказ от баллона в пользу пены, хорошая тема, если сделать все грамотно. Большие мощные игроки не будут переживать о том, что в какой-то момент у них лопнет баллон и все на этом закончится. Рисунок протектора тонкие волнистые линии, а сам материал это Айси Сол, прозрачная подошва. На таких покрытиях, как например зал в плейграунде или на медиалиге, кроссовки цепляются хорошо. Но вот Кейк поиграл на более старом и чуть пыльном паркете, и пару раз кроссовки у него уезжали, ибо быстро забивались пылью. Важная тема. С 31 октября по 10 ноября в нашем магазине на Wildberries будет действовать сезонная распродажа вещей нашего бренда. Так что переходи по ссылке в описании, или просто введи в поиски Wildberries'а Kicks Contest XU Basket и успевай урвать последние размеры по приятным ценам. Что примечательно, так это то, что Jordan Brand удосужились и материалы нормальные в луках оформить. При условии, что они стоят 130 баксов, они выглядят лучше, чем флагман бренда. Конечно, хоть что сейчас выглядит лучше, чем флагман бренда в этом году, но прикол в том, что это тоже Jordan, и они могут, если захотят. Тут и люверсы какие-то есть, и нубуковые вставки, вышивки, нашлепки всякие. Причем на разных расцветках разные материалы используются. По качеству сборки тоже нет никаких вопросов, клей и нитки не торчат. Вес составил 450 грамм, что в пределах допустимой нормы. Что касается фиксации стопы, в пальцевой коробке, как я уже говорил, остается слишком много пространства, и шнурками это никак не исправить. Поэтому в передней части стопа гуляет во все стороны, но за пределы кроссовка не уходит. Благодаря пластине ISO-Plate, которая, начиная с внешней боковой части, идет зигзагом через пол подошвы и выходит еще и в носовой части. Так что база у кроссовок очень стабильная, и скрутить их невозможно. Средняя часть хорошо фиксируется шнурками, и если хорошо затянуть, то задняя часть стопы прижимается к пяточному стакану, который мощный, и никуда там не гуляет. Расширение подошвы и боковой аутриггер присутствуют, и кроссовки вполне устойчивы. 82 балла набирает вторая именная модель Луки Дончича от Джордан Брэнд. Кроссовки отлично подойдут большим игрокам, несмотря на то, что сам Лука играет на позиции разыгрывающего, но, хотя он довольно весомый чувак и любит поиграть в посту. И кроссовки это позволяют. В первую очередь, благодаря очень стабильной конструкции, за счет пластины, огибающей пол кроссовка. Во вторую очередь, благодаря тому, что пена отлично справляется со своими задачами, и при этом нет баллона, который мог бы лопнуть. Ну а кроссовки на тест нам предоставил магазин Snicker Time. Пользуйся нашим промокодом на скидку у них. Не забывай про лютую распродажу в нашем магазине на Wildberries, где скидки до 70% до 10 ноября. Ну а на связи были Кикс Контест, Леха Матрас, Флай Уайт. Подписывайся на канал, если вдруг по каким-то причинам ты еще не подписан, обязательно переходи по ссылочке в описании в наш магазин на Wildberries. Там до 10 ноября ты еще успеваешь. Скидка до 70% на всю нашу продукцию, поэтому сезонная распродажа. Успевай орвать крутой шмот за крутые денежки. Если сегодня 9 ноября, обязательно поздравь меня с днем рождения. Если ты в Москве, приходи на нашу тусую, если мы ее встраиваем. С вами был Леха Матрас, Флай Уайт. Походу мне уже 28, когда ты это смотришь. Прикол. Чтобы мне сказать по этому поводу, наверное, ничего. Ха, как ничего. Всем пиз, кушайте супчик. Бум.